Молодежные форумы, благотворительные акции, спортивные состязания. Представители Алматинских объединений Ассамблей народа Казахстана анонсировали десятки интереснейших мероприятий. Многие из них пройдут этим летом. Цель – продвижение идей национального единства среди молодежи. О новых проектах и о деятельности консультативно-совещательного органа мы поговорим с председателем филиала Ассоциации Курдов Казахстана Максудом Тагировым. Максуд Гасимович, добро пожаловать в студию. Скажите, какая работа сегодня проводится Ассамблеей в целях укрепления идей национального единства? Здравствуйте. В первую очередь главная роль Ассамблеи – это единство народа и межнациональное и межнациональное согласие. Для улучшения единства проводится очень большая работа, как вы только что сказали, это спортивные мероприятия. Недавно городским филиалом Ассоциации был организован дружеский футбольный матч, в котором приняли участие представители более 10 различных этносов. Это казахи, курды, узбеки, уйгуры и так далее. А вы, как представитель алматинского филиала, скажите, что думаете о создании такого института, как национальный Курултай? Национальный Курултай – это в первую очередь про преемственность поколений. Как мы знаем, исторические Курултай созывались во Великой степи постоянно, и туда приглашали представителей различных племен. И на этих Курултаях принимались важные решения, которые решали судьбу нации в дальнейшем. Я считаю, что в нынешний момент создание Курултая, объявленное главой государства, это очень правильный шаг, учитывая геополитическую ситуацию, которая сейчас происходит на мировой арене. Также, я думаю, такие институты, как Курултай и АНК, они должны регулировать не только такие моменты, как общественная деятельность. Мы также должны помогать госорганам в регулировании таких вопросов, как деятельность банка второго уровня. К примеру, в прошлом году в Алмате случилась трагедия, когда алтавский стрелок, вы знаете, там был клиент банка «Центр кредит», которого довели до того состояния, что он застрелил пять человек. Мы должны предотвращать такие трагедии в дальнейшем. Скажите, каким, по вашему мнению, казахстанец должен выглядеть в будущем? В чем его особенности? В первую очередь, это конкурентоспособность. Как вы знаете, у нас очень остро стоит вопрос языка, но я считаю, что преимуществом каждого казахстанца является то, что мы минимум знаем два языка. Я сам владею четырьмя языками. Это казахский, русский, курдский и английский. И я считаю, что новый казахстанец – это человек, который минимум знает три языка. Русский, казахский и английский. И это большой патриот своей страны. Спасибо. Итак, уважаемые телезрители, в гостях у нас был председатель Ассоциации Курдов-Казахстана Максут Тагиров.